Последняя ночь Следующие события Находившиеся по решению Центрального комитета партии На нелегальном положении Владимир Ильич Ленин Трижды с Маргаритой Васильевной Фофановой Направлял Центральному комитету Записки с просьбой разрешить ему Прийти в Смольный Он считал, что настала пора Действовать решительно Не получив ответа на свою последнюю Категорическую приписку Промедление в выступлении Смерти подобно Вечером 24 октября Памятного 1917 года Ленин в старой заношенной кепке Надетой поверх парика С перевязанной щекой Покидает конспиративную квартиру Влажный от близкой невы ветер Будто подхлёстывал И связной Эйна Рахья С трудом приноравливался К летящей походке Ильича Оба молчали Ленин был целиком погружён В мысли о восстании Рахья мечтал довести спутника Неузнанным до Смольного В штабе революции Владимир Ильич Ленин Взял в свои руки организацию Октябрьского восстания С приходом Ленина События стали стремительно развиваться Продолжался планомерный захват Важных стратегических пунктов Одна за другой В Смольной доставлялись вести О почти бескровных победах Занят Балтийский вокзал В наших руках Главный почтамп Николаевский вокзал наш Красная гвардия На центральной электростанции 25 октября Днём В Смольном Открылось экстренное заседание Петроградского совета Рабочих и солдатских депутатов Петроградского совета Рабочих и солдатских депутатов Вечером того же 25 октября В подвале доходного дома По Херсонской улице Возле новорождённой Хлопочет молодая мать Жена питерского рабочего Мария Сапожкова А её соседка Солдатка Авдотья Пытается растопить печь Ну что ж ты будешь делать, а? Не горят Ой, ой, не могу Ну прямо хоть плачь Не горят и всё Сырые Керосином Керосином плесни дом Держи карман Уж полбанки извела Керосин-то вон прогорит А дрова хоть бы что Нет, ну как заколдованные, а? Щепчик бы где, на растопку Иван отдаст Да, как бы Вон последнее кинула Иван придёт, раздобудет Ой, слушай, ты мне про своего Ивана Лучше не говори, я её и слышать не хочу Ещё похвалялась Он у меня такой, да он у меня сякой Вижу теперь Какой? Знаешь, другая бы на твоём месте Может, не передали ему Так сам должен помнить Дом такой А он третий день Глаз не кажется Дунь, ты с кем на заводе договорила? Ну, сторожу сказывала В проходной Вот А там тысячи людей Взад-назад снуют Шутка, Льдунь, ведь Путиловский Разве их всех углядишь? Однако, хотя и тысяча И вот там каждая собака Знает Небось, на всех Ихних сборщих-то глотку дерёт Ветра в голове хватает Да чё дошёл На законную власть Руку поднял Погоди, погоди Всыпет ему Эн-то самая власть-то Сказывает господин Керенский С фронта верные войска востребовал Да что ты Да Наплатишься ещё Броне лишат И на передовую А каково солдаткой-то быть? По мне, видишь Третий год Маемся Я здесь А Фёдор мой там Ой, господи Ой Пятый месяц Ни слуху, ни духу Жив ли? Сердце всё изболелось Спасибо господину Крестовникову Павлу Николаевичу Не дал по миру пойти Я теперь что-то за место Трофима Самим хозяином Нашем дворнике поставлено Знаю, знаю, Дуняш Ты уж сколько раз сказывала Поставлено, знаешь почему? Потому что Трофим-то лихоманкой его возьми От беспорядков, Энкин, в деревню убёг Убёг это, будто в деревне-то беспорядков меньше Будто там своих бунтащиков немая Нашёл иди покоя искать Прости, господи А вы, Ваня-то мой Какое касательство до этого имеет? Почему он говорит, что не на заводе? Он когда, он сам мне сказывал Что на заводе я буду Сказал Ты послухай, что мне бывший городовой Как новому дворнику Вот, благодарю, господи, нашего хозяина Всё, про всех поведал И про твоего Ваньку Так и сказал, бунтует Да бунтует, сыне Христи До своей погибели Что ты говоришь-то, Дуня? Да разве ж можно так? Крещеные мы, Ваня И в церкви мы венчаны Всё по закону у нас Господи Ой Ну ты что? А? Ой, Дуня Ну что ты так побледнел? Да я ж, Марья Да ты что? Да я же не сомневаюсь Я не сомневаюсь Крещен он, аль нет? Да и городовой-то он, может, это, знаешь Позлобе какой Оговорил человека Ну успокойся Ну успокойся Дуня Успокойся Да стресс напугал ты меня, Дуня Даже у меня вон сердце зашло Да я же не тебя пугать-то хочу А его Его Окаянного зато стремлю Что тебя на сносях бросил Ну опять Ну чё ты? Ну чё ты бледнеешь-то? Ну я ж никому Я ж никому Кроме тебя Ни словичка Я тебе говорю, чтоб ты своего мужа к уму приладила Ну успокойся Успокойся Ладно, Дунь, ладно Успокойся Оть pillow О чё ты, не разгора illnesses Не разгораются никак окаянные Церые Сырые полени Паду-ка я сбегаю к Елизавете У неё сухими Разживутся Не ходи, Дунечка Не ходи, вечереет Ничего, ничего Я мигом. Сейчас, 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 быстренько. Слышь, Доня, может, не пойдешь, а? Сухими разживу. Сядь, быстро, погоди. Ой, Господи, Господи. Поспи. Поспи, доченька. Сейчас Доня придет, дров принесет. Мы печку растопим. Тепло станет. Девочки, купоньки сделай. Спи. Господи, Господи, помилуй. Пронеси, Господи, не дай случиться беде. Дверь с шумом открывается. На пороге Иван с дамским велосипедом на плече. Грудь опоясана пулеметной лентой. За спиной винтовка. Ваня, Ванечка, Ванечка, мой житель. Ну что, ну что, ну как ты тут? Ну не плачь. Курносая ты моя. Ну не плачь. Ну не плачь. Что ж так долго-то, Ванечка. Я места себе не находил и отлучиться никак не мог. Вот такие дела, Машенька. Этой ночью все решится. Слава Богу, Ваня, у нас уже решилось. Вон, в колыбельке, гляди. Ой, Машенька. Что, уже? Ага. Ой, да нет, да неужто это наш? Молодец-то какой. Тише, Ваня, тише. Разбудишь ее. Что? Девочка. Что Бог послал. Да ты посмотри, Ваня. Куколка-то какая. Ничего, ничего. И сын будет. Верно, Машенька? Ваня. Курносая ты моя. Ой, ты маленький. Ваня. Ваня, откуда этот велосипед-то у тебя? А? Женский. Это целая история. Пошел, как ты знаешь, третьего дни на завод. Ну, стал к станку, а тут приказ. Всем записавшимся в Красную Гвардию в Смольный явиться. Ну, построились, пошли. Думал, к вечеру вернусь. А нет. Ну, что ты будешь делать? Оказывается, на казарменное положение поставили. Так вот почему ты не знал о нас ничего. Ну, а сегодня такое началось. На буржуям крышка. Я ведь домой-то отпросился только узнать, как и что. Ну, а тут как раз барышня-то на велосипеде мимо шесть. Я к ней. Так, малый, так. Дозвольте съездить, говорю. Жену проведать на сносях, мол, она у меня. Ну, мигом, говорю, обратно буду. А барышня как ахнет. Велосипед бросил. И ходу. Только ее и видели. Ой, Вань, ну нехорошо. Как же ты ее теперь отыщешь-то? Ну, ежели где встречу, отдам. А, Вань, вот, Вань пришел. А где же тебя двое суток? Черти носили. Языком трепал? Ну, нашел время. Такое событие. Прибавление семейства. Женейства. Значит, как кататься, будьте любезны. А как саночки возить, это днем с огнем не сыщешь. Че ты, че ты, зуб, скалишь? Спасибо тебе, Дуня. Спасибо, Век, не забуду, что в такую минуту помогла. Ну, а че нам с твоей благодарностью? Видишь, холод какой, да и сырость в подвале. И дитя застудится, да и Марья-то грудь теперь беречь должна. Лизавета, ты дойдешь. Я не дала на растопку. Не дала? Не, у самой, говорит, скоро нещего лучину строгать будет. Отец, разжился бы дровами лучше, чем с бандитами-то разбойничать. Все одно конец пришел дружкам твоим. Я вам Марии упреждала, что солдат с фронта скликает, супротив вас, бунтарей. Может, и Федор припожалует, да? Хорошо, Будунь. Стронт солдат вызвали, говоришь? Да. А это хорошо. Солдаты, которые сознательные, конечно, с нами пойдут. Верно? С кем? С кем? С нами-то? С антихристами? Что народ против законной власти бунтует? С большевиками, которые за народ борются. А ты что, думаешь, твой Федор за Россию воюет? А за кого? За кого? Да. Черта лысого! Чтобы терещинки до Коновалова вы мошну набивали. Вот за кого. Рабочие крестьяне на фронте кровь проливают, а они на поставках для армии наживают миллионы. Кому же война выгодна? А? Кому? Ну, кому, кому. Тебе, Федору? Али им. Ну, что ты, Ваня, ну, что ты, Дуня устала, не евши, поди даже чаю не пивши. Все ведь возле меня с доченькой хлопочет. Не мешайся, не мешайся. Я вот суть его бандитских помыслов уразуметь хочу. Мой Федя родину защищает. Да, его георгиевские кресты-то кровью политые. А вы хотите ворогу ворота открыть? Хм, а кто же, кто же, по-твоему, тогда враг? Кто? Немец. Вот тише, тише, Ваня. Вот это не знаешь. Немец, капиталист, вот кто. Ленин говорит. Ты, я даже, знаешь, слышать не хочу. Ты знаешь, что бабы в очереди про него такое сказывают? Да ну, дуры твои бабы, дуры. На заводе, кто видел его, говорят, свой, наш, наш человек простой, душевный. Душевный? Ах, душевный. А как же он, супротив правительства законного, людей бунтует? Так для дела же, для дела общего Ленин старается. Для дела. Ну, совсем у тебя смусьяном стал. Дуня. Конечно, ты на кого-то руку поднимаешь. Это значит, супротив благодетели нашего, господина Крестовникова? Да он же хозяин. Хозяин, о, дождались. Своего буржуя домовладельца под защиту берет, а? Сильно, видать, тебя приголубили твои хозяева. Приголубили. Да, сильно. Да. Что горой за них стоишь? Ты знаешь что, иди своей дорогой, она к добру тебя все равно не приведет. Но только других не мути, каторжник окаянный. Дуня. Часочки твои сочтены, еще солнце не взойдет, а все вы сядете за решетку. Ну что ты, Дуня, ну что ты? Видишь, какой фрукт вырос, это же надо. Совсем большевиком заделался. На дом, на семью наплевать. На властей замахивается Павла Николаевича Крестовникова буржуи им обозвал. Буржуи есть, буржуи, эксплуататоры, кровопивца. Вот как лишним рублем он тебя купил, а? Это надо? Купил, купил тебя. Ванечка, ну зачем же это? Дуня, ну подождите, ну не нужно так, Ванюша. Ведь мы же свои. Ванечка, больше соседей. Знаешь же, сколько горя за эти годы Дуня вытерпала. По мужу стасковалась. А в дворники пойти, Ваня, нужда заставила. Ванечка. Ладно, Ванечка, ладно, ладно, все, все, все. Не хочу будить дочку. Проснется, поцелуй за ним. А я как управлюсь, так мигом снова домой. А сейчас мне дольше здесь нельзя. Надо спешить. Заканчивать временное существование временного. Ты слышишь, что он языком чешет. Ну что, можешь заарестовать меня? Дашь команду, а? А я-то и без нас. Без нас дадут. Бери по себе. Осторожней там. Ванечка, как освободишься, сразу домой. Ну пока, Ванечка. Ушел. Господи, да что я. Ушел. Идол. Не надо так, Дуня. Идол. Ванюша, Майя ни в чем перед тобой вины не имеет. Совсем он не такой, как ты о нем говоришь. Я сама знаю. Да че твой мразь на нижней ступеньке, а им верховодят разбойники. А самый главный атаман проживает в Петрограде тайно. Это он всем ворочает. Только не бывает, Энтому Мария. Поймают его, ихнего Ленина. Судить будут. Всех злодеев на каторгу стошлют. Ой. Ой, что же с моим-то, Феденькой-то, станется? Все это, Дуня, подлые враки. А Ивану своему я верю. Мой Ваня не в разбойники. Он в Красную гвардию записался. Биться. Чтобы правда, чтобы народное дело победило. Благослови его, Господи. А я его благословила. Доченькой нашей. Господи, береги его. Ванечка мой. Ой, Господи. Дуня. Вроде бы стучат, слышь. Господи, кого-то еще черти носят. Во дворе, возле двери, в подвал, стоит высокий дородный мужчина. Это владелец дома по Херсонской улице, Павел Николаевич Крестовников. На нем длинный сюртук, ворот поднят, седая голова обнажена. Ой. Павел Николаевич, вы уж извините. Авдотья, я повсюду тебя ищу. На дверях твоих замок. Уж и на улице возле дома искал. И сюда вот во двор заходил. Ой, Павел Николаевич, колубчик, ну что же вы за мной шурку-то не послали, Аль Петровича? Нет, женщины сейчас отлучиться не могут. А повара, повара, я сегодня выгнал. Ах ты, Господи. И как же меня в нужный для вас момент на месте-то не было. Нет, да, слушай, у меня к тебе, Дуняша. Слушай ее. Срочно дело. Да. Телефон неожиданно перестал работать. А я внука жду. Причем с часу на час. Ксения Павловна третий день у меня находится. Так что уж придется тебе, Дуняша, сходить. То есть сбегать, сбегать к профессору Гаврилову, пожалуйста, Михаилу Сергеевичу. Он здесь, на Знаменской живет, не так далеко, почти рядом. На Знаменской? Да. А, так и туда ж не пройти. То есть как это не пройти? Почему не пройти? По Невскому пересечешь площадь и свернуть направо все. Так и там-то ведь уж дерутся. Кто? Ну что за чепуху ты несешь? Ну стреляет хулиганье какое-нибудь, пользуясь отсутствием в городе порядка. Иди, Дуняша, спокойно, не бойся, не бойся, не бойся. Да, если профессор уже спит, скажи, чтобы непременно разбудили. Вот передали ему вот эту мою карточку. Вот видишь, здесь адрес прямо написан на конверт. Пожалуйста. Ну я уж вам отказать не могу. Я всегда рада служить вам, Павел Николаевич. Даже ежели драка там началась, я доберусь до профессора. Да, Дуняшенька, я тебя буду очень благодарен. Ты знаешь, как там бедная Ксюша мучится. И младшая еще куда-то запропастилась, нашла, когда гулять. Боже мой, так что я тебя жду, Дуняша. Я сейчас. Да. Приближалась незабываемая ночь, последняя ночь старого мира. Богатая обставленная квартира домовладельца Павла Николаевича Крестовникова. Китти! Китти! Боже мой! Китти! Пойдите сюда, Китти! Что? Что? Что я вас спрашиваю? Ну, послали, да. Ну, где вы, Поль, столько времени пропадали. Ну, перестаньте. Ох, бедняжка Ксения, так настрадалась, так настрадалась. Только что задремала. Задремала. Боже мой, что же делать? Ведь я же не могу ничем ей помочь, я не умею. Подождите. Поль, нет, 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 я не знаю. У меня нет никакого опыта. Ну, хорошо. И потом, ой, ой, все это так страшно. Перестаньте. И ужасно противно. Ну, теперь как вам не стыдно. Я ведь ей только тетя, а не повивальная бабка. Ну, хорошо, ну, перестаньте, Китти, никто не собирается делать из вас акушерку. Ой. Если бы не такая ночь, я вообще бы ни о чем не просил вас. Но поймите, в столице опять беспорядки, на улицах стрельба. О, господи, а я-то подумала, что это фейверк в честь торжества какого-то. Боже мой, боже мой, как перенесет Ксения рода, если Авдотин не привезет профессию. Да, 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 да. Вы знаете, соседки Веры Михайловны, как назло, нет дома. Поль, погодите, погодите отчаиваться, вспомнила. Что, что? Есть, и он никогда и ни за что не откажет. Вы о ком? О молодом, правда, но о враче-акушоре. Он не так далеко отсюда живет. Кем-то он нам приходится. Мне и сестре Натали, вашей покойной жене. Она часто помогала его матери, еще когда он был студентом. Вот откуда я его знаю. Нет, 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 ну не его, конечно, а его существование. Ну, прекрасно, прекрасно. Так скорее, скорее, давайте адрес, я сам за ним пойду и буду лично его просить. Адрес? Да, 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 адрес. А адреса я не помню. То есть как? Ах, боже мой, у них же есть телефон-номер. Адреса записана. Так, значит, адреса нет. А номер телефона можете не искать, телефон не работает. Как? Не работает у нас? Нет, вообще не работает. Вообще остается? Ну, не может быть, Поль. Ну, не может быть. Станция? Слышите? Поль, станция отвечает. Телефон прекрасно работает, вам показалось. Поль, просто не хватило у вас терпения дозвониться. Барышня, дайте, что это у вас мужской голос? Ну, да, да, мужчина не может быть, к сожалению. Барышня, я согласна с вами. Ну, слышу, слышу, что вы мужчина. Но почему? Нет, 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 почему станция и мужчина? Куда я попала? Что? Пальцем в небо? Какое небо? А октябрьское? Слышите. Ну, вот что. Ну, перестаньте шутить. Слышите, меня сейчас не до шуток. Положите трубку и сделайте несколько коротких звонков. Да, да, нас разъединят. Что, что, что? Что вы не хотите со мной разъединяться? Ну, кто вы? Кто вы такой? Поль, вы что-нибудь понимаете? Слышите, дайте мне трубку. Дайте мне трубку. Вы так разложены. Можете напугать этого господина. Господина, да, господин. Послушайте, господин барышня, дайте-ка мне, по какому делу я звоню. А вас что? Что интересует? Ах, вы всем интересует похвально. А я могу поинтересоваться, кто вы и как вы, черт побери, проникли на телефонную станцию, а? Ах, вы матросы революции, прекрасно. И тебе некогда со всяким буржуем языком трепать. Откуда ты прохвост такой знаешь, что я буржуй, а? Что, по буржуйскому голосу? Да ты знаешь, что... Алло, алло. Все. Все, не пожелал со мной разговаривать. Разъединил, отключил меня, отключил. Ну, теперь вам ясно, кто хозяйничает на телефонной станции, может быть, и не только там. Ну, что вы говорите, Поль, матрос революции. Я не туда попала, просто ошиблась. Вы просто не вранься, мы глупы, Китя. И, как всегда, ничего, ничего не понимаем. Поль! Идите в комнату, Ксения. На доктора не рассчитывайте, не будет такая ночь. Этим господам наплевать, что рождается ребенок, тем более вновь буржуя. Слышите? Ну, идите, умоляю вас, идите. Неужели начинается? Идите скорее. Нет, нет, нет. Ну, вы же все-таки женщина, если о вас можно сказать. Нет, 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 я не могу. Ну, не веже в самом деле, черт возьми. Нет, 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 нет. Ну, что хотите делайте, я не могу. Ну, хорошо, тогда идемте вместе. Жизнь внука мне дороже любого стыда. Нет, нет, Поль! Ух, аристократический уродец! Идемте! Возвратилась Леля, младшая дочь Крестовникова, гимназистка восьмого класса. Папа! Папа! Китти! Странно. Свет горит, а никого нет. Елена, но где ты гуляешь-то, хуякот? Папа! Нет, ты меня, ты не знаешь, что... Папа, ну ты послушай. Ну, я... Ой, что творится в городе? Что? Знаешь, мне сейчас встретился симпатичный рабочий с ружьем. Он, видимо, меня в лицо знает. Сказал, идите, барышни, домой, неравен час под шальную пуль попадете. Вам-то лучше бурю дома переждать. А я его спрашиваю, какую-то еще бурю. А он, а ту, что поднимается, когда весь народ разом грудью вздохнет. А какое у него лицо вдохновенное было. Вдохновенное? Во всяком случае, в одном он прав. Ты бы лучше дома сидела, не говоря уже о том, что и твоя помощь сейчас здесь просто необходима. Что, Ксения? Ну, конечно. Ой, неужто прежде времени началось. Боюсь, что так. Боюсь, что так. Правда, пока успокоил забытье. А то ты знаешь, какие сильные боли были. Ну, кричала даже бедняжка. Ну, где же врач? Врач-то где? Ну, как где? Ждем. Авдотью давно за ним направил. Правда, если туда и обратно пешком, на Знаменскую. На Знаменскую? Это ведь это... Папа, на Знаменскую. Это ведь не пройти. Там наши подступы к дворцу прикрывают. Какие еще наши? Войска, преданные Александру Федоровичу. Ой, этот Кереновский истеричный болт. Папа, что ты говоришь? Да-да, это ему мы обязаны беспорядком в Питере. И, может быть, не только здесь, в Питере. Да он великий человек. Ой, ой. И Россия, и потомки его еще оценят и воздадут ему должное. Да, конечно, воздадут. Еще как воздадут. Как бы и нам не воздалось с ним заодно. Да, а вот в гимназии завтра будет митинг. Вот сможешь услышать мнение народа о главе правительства. Его все просто обожают. Слушай, какой же ты еще дитя, дочь моя. А вроде бы взрослых. Вы лучше бы учились. Больше пользы России и вам самим. А мы учимся. Вы... О, Боже мой. Опять. Опять. А врача все нет. Нет врача. Я не понимаю Валерьяна. Врача. Неужели он не мог отпроситься из полка, зная, в каком положении его жена? Валерьяна офицер. И он на посту. И не только дисциплины его держат, а долг. Честь не позволяет мириться. Вот с этими безобразиями. И спокойно смотреть, как погибает Россия, торжествует анархия. Анархия. Никакой папы анархии нет. Перестань. И Россия не гибнет. Небольшие беспорядки в отдельных районах. Да, правильно. Небольшие беспорядки. Да, они вообще беспорядки. Да, революцию свою митингами охраняете. Только вот от кого, дорогая моя, от кого? Вот от таких же ораторствующих болтунов. Совсем распусти. Ах, какой ужас. Что? Ой, какой ужас. Что? Уже? Ну, кто? Кто? Внук? Ой, какой внук? Ну, какой внук? Что вы от меня хотите? Боже мой. Лёля, идём туда. Идём туда. А когда речь идёт о рождении моего внука, я не вправе полагаться на твою истеричную тётушку и безграмотную горничку. Ой, боже мой, боже мой. Помоги ей и мне. Приведи доктора, чтобы не пришлось нам самим. Ой, какой ужас. В эти же минуты в отдалённом кабинете ресторана «Астория» шло заседание группы офицеров. Господа! 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 Это так мы ни до чего не договоримся. Господа! Тише, тише! Ну, тише, выше! Господа! Господа! Прошу не забывать. Даже здесь в «Астории» прислуга, хоть и вышкаленный, но вполне возможно, сочувствует бунтарям. Так что попрошу вас, граф. По сообщению командующего Петроградским военным округом, нам только что передали его донесение правительству. В городе беспорядков нет. Ах, вот! Телеграф их! Вокзалы, вокзалы их! Путь на Питер для наших войск тоже выше рука. Приказы-то наши не выполняются от вам. Вы говорите, беспорядков нет. Командующий, Командующий, вероятно, имеет в виду отсутствие кровопролития. Да. А по мне лучше уж кровопролития, чем это спокойненько отдать власть, отдать России сиволапам. Совершенно согласен. Без кровопролития. Но ведь идут аресты. Мы теряем своих преданных России, преданных временному правительству людей. Надо не рассуждать, господа, а действовать. Стабс, капитан Павловский, прав. Пора действовать, господа. Мы гвардейцы, и мы должны поднять полки. Правильно. Выбейте их с войны. Выбейте их с войны. Следует их обезглавить. Ленина убрать. Ленина? Вам нет. Что такое? Здание окружают солдаты. Спокойно. Спокойно, господа, спокойно. Уходим подвалами. На улицу поодиночке. Вы, валерьян, со мной. Слушаюсь. В 9 часов 40 минут вечера холостой выстрел Авроры стал сигналом к штурму Зимнего. Товарищи! Тихо, что ж. Штурм! Народ двинулся на Дворцовую площадь. Было сделано все, чтобы избежать жертв и не повредить памятники культуры. Дважды с предложением сдаться парламентеры приходили к Временному правительству. Но министры заклинали юнкеров стоять насмерть, ожидая с фронта обещанные Керенским войска. Завязалась перестрелка. Вооруженные солдаты и красноармейцы все плотнее сжимали кольцо вокруг бывшего царского дворца. Второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов заседал в беломраморном зале Смольного. После перерыва в 3 часа 10 минут ночи делегаты возобновили работу. Так было встречено сообщение о том, что засевшие в Зимнем дворце главари контрреволюции во главе с только что назначенным диктатором Кишкиным захвачены петроградским революционным гарнизоном. По коридору Смольного навстречу Бонч-Бруевичу быстро идет Ленин. На некотором расстоянии за Владимиром Ильичем следует начальник отряда красногвардейцев Клюшкин. Ленин внезапно останавливается, резко оборачивается. А, собственно говоря, зачем вы меня преследуете, товарищ Клюшкин? Так ночь ведь какая. Положение беспокойное, Владимир Ильич. Что ж, хорошо. Но хотя вы же слышали, революция победила, земли взяты, народ изберет свое правительство. Так когда изберет? А пока товарищ Рахин наказывал, ну, чтобы я вам про паричок напомнил, не забыли надеть. И сопроводить вас мне порочено. Ну, раз порочено, сопровождайте. Но от паричка увольте. Теперь в своем натуральном виде ходить будем. Натуральном. А вот и товарищ Борис Бруевич это нам сможет подтвердить, что власть мы берем всерьез и надолго. Подтверждаю. Извините, Владимир Ильич, два слова. Тогда, пожалуйста. Прошу рождественский райком партии. Райком? Борис Бруевич, говорит. Да-да, тот самый, секретарь. Попросите начальника боевой дружины к аппарату. Рад слышать вас, Григорий Васильевич. Новости? Преотличные. Надо бы зорко следить за улицами, прилегающими к Херсонской. Поимите в виду проходные дворы. Да, что ведут на Староневский. А в доме номер пять, где мы будем, есть выход переулок прогонный. Да, сейчас же. Спасибо. Все. Вместе с Бонч Бруевичем Ильич вышел из Смольного через запасный ход. Ленин не спал вторые сутки и принял предложение Владимира Дмитриевича провести остаток ночи у него. В условном месте их ждал автомобиль. Шли последние часы этой исторической ночи. Путь свободен. Вы убеждены, товарищ Клюшкин, что никто не заметит, как мы войдем в дом. Поймите пока еще, это крайне важно. Посты расставлены, Владимир Дмитриевич. А возле вашего подъезда я сам стою. Минут 15 до вас уже здесь был. Одна только дамочка тут прошла в подворотне, завернула. Больше никого. Спасибо, товарищ Клюшкин. Идите и вы отдохните немного. Всего вам хорошего. До свидания, Владимир Ильич. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста. Пожалуйста. Минуточку, Владимир Ильич. Сейчас я только включу свет. Пожалуйста. Так. Значит, в этой комнате, рядом со столовой, сплю я? Да, да. Отлично. Очень благодарен вам. Но я прошу вас, Владимир Ильич, показать мне водосточную трубу. Где она находится? Близко ли от окна? Что? Водосточная труба? Простите, Владимир Ильич, не знаю. Вот ведь сколько лет снимаю квартиру, прихожу сюда каждый день и никогда не обращал внимания на эту самую водосточную. А вот и напрасно. Совершенно напрасно. А если понадобится по ней спуститься? К примеру, сказать, в квартире Фуфановой она была весьма удобно расположена. Постойте, постойте. Постойте. В кухне, через которую мы с вами проходили в квартиру, водосточная труба совсем рядом с окном. Вот и хорошо. Вы правы. В нашей работе все надо предусмотреть. Конечно. Не забывайте, что и вы, и я, и другие, и наши товарищи, все еще частные люди. Ни кем и ничем не охраняемые. Да. Официально и повсеместно новая рабочая крестьянская власть еще не провозглашена. А это произойдет завтра же на съезде Советов. Впрочем, не завтра, а уже сегодня. Так, теперь давайте спать. Нам с вами работы предстоит уйма. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я пойду посмотрю. Кто там? Это я, Владимир Дмитриевич. Пан Николаевич? Да. Вы? В такой час? Простите, я к Вере Михайловне. Ксения родила, и ей очень плохо. Жены нет дома. Она в госпитале дежурит. Ах, Господи. Владимир Дмитриевич, а нет ли у вас молока? Одну минуту. Я только надену халат. Кто? Хозяин дома. Говорит, что дочь родила. Придется открыть, чтобы не вызвать подозрений. Хорошо. Пожалуйста, Павел Николаевич. В квартиру проходит Крестовников. Он видит свет в столовой и направляется туда. Владимир Ильич быстро ложится на диван, укрывается пледом, делает вид, что только проснулся. Бога ради, прошу меня простить за причиняемое беспокойство. Мне ужасно неловко, но я... Ой, простите. Я, кажется, разбудил и вашего гостя. Ничего, ничего. Простите, пожалуйста. Крестовников Павел Николаевич, сосед Владимир Дмитриевич. Очень приятно. Вот мы в одном доме проживаем, а супруга господина Боргиевича Меди... Будьте знакомы, Павел Николаевич. Мой коллега Владимиров Илья Петрович живет в конце Петроградской стороны. Мы после собрания. Ему идти далеко, извозчиков нет. В городе, знаете, не совсем спокойно. Да, уж в Питере бог знает, что творится. Ужасно. Ужасная ночь. Ужасная. У меня, вы знаете, беда. Большая беда. Да? А что случилось? Дочь прежде времени родила. Я уж несколько раз приходил, надеялся застать супругу Владимира Дмитриевича. Вы знаете, Ксюша моя осталась без медицинской помощи. Рода принимала горничная и дочь моя младшая гимназистка, то есть совсем ребенок. Вот. И такое ей испытание выпало. А сейчас как, дочь ваша благополучно разрешилась? Младенец жив? Да. Внук мой пока жив. Вот видите, говорю пока, потому как мать бредит и молоко, видимо, перегорело. Так что вот я хочу у вас, Владимир Дмитриевич, позаимствовать. Вот молочка нет. А, да, да, молока. Пожалуйста. Я пойду поищу на кухню. Я сейчас поищу. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Знаете, посылал дворничку Авдотью за профессором. Отказался. Не пошел? Нет. Нет, не пошел. Нет. Я спрашиваю, что болен? Нет, отвечает. Вроде здоров, сам дверь открыл. Ну, сейчас вся прислуха, конечно, разбежалась. Уходи, мол, говорит, уходи, я лежу с испанкой. Авдотья негодует, смех и грех. Гриб за женщину принял. А я-то, полагаю, просто стрельбы побоялся, мерзавец. А выходит, Авдотья не побоялась? Что? Я говорю, Авдотья не побоялась. А, нет, Авдотья не побоялась. Кормилицу надо искать. Срочно, чтобы спасти ребенка. Легко, знаете, сказать, а где же ее сейчас найдешь, кормилица? Времена наступили страшные. И что ждет его, внук моего? Продолжатель рода, а? Наши дети и ваш внук тоже будут жить лучше нас, поверьте. Многое из того, чем жили мы, они уже не испытают. Уверен, их жизнь будет менее жестокой. Да, дай-то Бог. Дай-то Бог, дай-то Бог. Вот. Ой, Николаевич, все, что нашел. Ой, спасибо. Молоко только на донышке. Ну, я вам ужасно. Кормилицу ищите. Срочно. Да, легко сказать. Позвольте, а я, я вспомнил, Авдотья что-то говорила о жилице подвального этажа моего дома и будто она родила на днях. А? А, так вот, к ней обратитесь. Кто она? Она жена рабочего Спутиловского. Полы как-то мыло в нашей квартире низкого звания. Ну, если низкого, то обязательно поможет. Думаете, не откажет? Уверен, ведь она мать. покорно благодарю. Вы знаете, так отрадно в столь смутное время встретить сочувствие и понимание. Еще раз благодарю господина Владимирова и вас, мой дорогой сочувствитель. господина Владимир Ильич, господина Владимирова истинная спать. Спать, 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 спать. Боныч Бруевич располагается на диване, придвигает стул, кладет на него два револьвера. Чтобы не мешать хозяину, Ленин погасил лампу и лег. Ложится и Боныч Бруевич. Он не спит и видит, как в кабинете снова зажегся свет, слышит, как вставший с кровати Ильич на цыпочках подходит к двери, тихонько ее приоткрывает и, убедившись, что хозяин заснул, закрывает дверь плотнее. Он садится к столу и начинает работать. Ленин пишет. Пишет быстро, почти без помарок. На бумагу ложатся фразы, четкие формулировки. Результат длительных споров и обсуждений плоды напряженной работы мысли. Подвал на Херсонской. Мария Сапожкова баюкает на руках завернутого в расшитые кружевом пеленки новорожденного и одновременно ногой качает люльку. Ну все, заснули. Спите спокойно, набирайте силенок. Сколько их понадобится для жизни-то? Все у вас впереди. Совсем другая жизнь вас ждет. Не такая, как нас с Ванюшей тмыкала. Господи, господи. Вот, мать, дровишек сухих закинуть забежал. И как снова из дому? Дело, Манечка, дело мне поручено очень важное. Поздравляю, власть теперь наша народная. Скинули мы временное. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Раз власть народная, на завод опять пойдешь. Своим делом рабочим заниматься станешь. Взять власть еще мало, ее удержать надо. Так уж теперь-то без тебя бы удержали, а? Ванечка, не ходи. Спи, маленький. Чего? Маленький? Погоди, у нас что, сын, что ли? Нет, Ванечка, у нас доченька, а этот мальчик не твой сын. А чей же? Господина Крестовникова. Что? Ванечка. Что, хозяина? Ваня. Да ты... Как буржуйский малет сюда попал? У них, Ванечка, беда приключилась. Мать после родов в горячке. Младенца пока кормить некому. Так почему? К тебе его принесли. Хозяин сказывал, что ему совет такой. Подал господину Бонч Бруевича знакомой. Владимира Дмитриевича? Ага. Из пятого дома? Да. С четвертого этажа? Ну, да, да. Какой знакомый? Не знаю. Вот... Нет, фамилию я, Ванечка, не упомнила. Не упомнила. А где же видел Крестовников этого... Этого вот знакомого? У него. У господина Бонч Бруевича дома. Он, господин этот, сказал хозяину, чтобы тот ребеночка-то ко мне принес. Попросил бы помочь, пока они кормилицу найдут. Вот. Вот. С дровишками припожаловали. Жда была все-таки. Ой, спасибо. О, революционер уже тут, а? Ну что, теперь еще дома революцию будешь делать жене? По что был кормилицей? К буржуям нанялась, да? Не нанялась. И наниматься не стану. Так буду кормить, если Ваня позволит. Не та мать, что родила, та, что выкормила. Ой. Ладно, ладно, потом разберемся. Ой, хорошо. Манечка, пора. Ваня! Ванюш, куда же ты? А? Пора. Ванечка! Ой, ну надо же, а я не поел ничего. А целопута. Я думала, он запротив буржуйского внука на тебя с кулаками кинется. А у него одна, видать, революция на уме. Да. О, господи. Вот жизнь. Гостиная Крестовниковых. Взобравшись с ногами на диван, сидит Китти. О, господи. О, господи. Что делать, что делать? О, нет. О, Авдотья. Конечно же, это Авдотья и врач. Бог с милостью велся над нами. Ах, это вы? Валерьян. Что за маскарад? Откуда вы? В чужом штатском пальто? Нет, 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 нет. Оно вас не красит, Валерьян. Вам уже куда больше клецо офицерская форма. Оставьте ваши нелепые вопросы. Вы-то почему в гостиной в таком растрепанном виде, тетушка? Как Ксения, где все? У меня считанные минуты. Валерьян, я просила не называть меня тетушкой. Это станет меня в между временем. Да, 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 извините. Извините. Ну что с Ксенией? Врач видел ее сегодня. Это было так ужасно. Так ужасно. Что родила мертва? Ну говорите же, ну что, Ксения, жива? Валерьян, Валерьян, внук, слава Богу, живой. Ксения, ну вот Ксюша, Ксюша, плохая. Плохая, плохая. Ой, Боже мой, какая страшная ночь. Какая страшная ночь. Я в дочери не смогла упросить даже и простого врача прийти на помощь враженнице. Ну конечно же. Все, все за свои шкуры трясутся, сволочи. Ой, что за вражения? Хорошо, хорошо, знаю, знаю, знаю. Моя Бельсер еще молоденькая. Ее ушки не выносят резкости. Нет, нет, нет. Но если вы завтра же не разыщите кормилицу для моего внука, мое терпение кончится. Я? Да. А где же ее достать? У меня нет никакого опыта. Хоть из-под земли. Успокаивай меня, Лёля, не успокаивай. Хорошо, успокойся. Она в забытии. Да. Все горит. Нужен врач. Ну конечно. Господи. Проклятая ночь. Она потрясла все, все. Родину, семью, святые устои нашей жизни. Все. Валериан. Валериан. А что произошло? Катастрофа. Зимний пал. Как? Да. Правительство арестовано. Подожди. Кем? Большевиками? Да. Поднятое ими восстание удалось. Какой ужас. Арестованно. А премьер-министр? Что с Керенским? Сбежал прохвост. Да что все это значит? Что это значит? Это значит, что Керенский еще вчера бросил на произвол судьбы своих министров. Нет. И позорно бежал. Да, 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 да. Вот он каков твой любимчик. Нет, нет. Это ничтожество. Авантюрист. Только ему мы обязаны, разразившись к Апострофой. О которой мы, офицеры, все время предупреждали. Мы требовали решительных мер против большевиков. А этот слюнтяй позер. 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 Ему бы только фотографироваться. Не верю. Не верю. Не верю. Это клевета. Дропанул переодетый в женское платье. Это... Это... Это неправда. Да. Я убеждена, что это поклевка. Ты убеждена. Он не такой, потому что он не такой. Да, он не такой. Он не мог маскироваться. Да еще женщина. Ой, Лёля. Лёля, ну... Ну что, Лёля? Лучше домом займись. Ты ведь теперь и за мать, и за старшую. Я не могу больше. Я не могу, я не могу больше выносить. Елена, уведи Китти в ее комнату. Тёточка, успокойтесь. Ну, пойдите к себе, отдохните. Я кому сказал? Отведи ее. Пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Ой, Боже мой. Мне нельзя дольше задерживаться. Я даже не видел сына. Жена в тяжелом состоянии. Но долг перед Россией превыше всего. Надо спешить, пока не стало окончательно поздно. Валерьянов, неужели конец, а? И никакой надежды. Одна есть. Не надежда. Скорее, средство, чтобы остановить распространение чумы. Какое? Говори. Обезглавить дракона. А кого ты имеешь в виду? Вожака большевиков. Нет, кого именно? Ленина. Что? Это же невозможно. Почему? Ну, он скрылся туда, откуда прибыл, в Германию. Ты что? Не знаешь? Обывательские служки. Ленин в Петрограде. Наша организация даже узнала, где он жил до вчерашнего вечера. Его конспиративная квартира находилась на Выборгской стороне в Большом Самсоневском. А теперь след потеряли. Из Смольного он ушел недавно. Но куда? Куда? Мы должны найти его во что бы то ни стало. И немедля. Утром будет поздно. Подожди, подожди. Ты дрожишь, Валерья. У тебя сноп. Нервы натянуты, как струна. Ну, конечно. Столько потрясений. Я должен расплатиться за эту ночь. Я поклялся. Хорошо. Хорошо. Но как же Вы найдете его, если он и взаправду здесь? Несколько надежных людей из тех, что служили в охране, рыщут по городу. Мы сейчас должны встретиться. Да снизойдет на тебя благословение Господа, и да укажет тебе перст Божий злодейский дом, где укрывается Антихрист подвигом твоим, зять. Будет гордиться Россия и мы твои близкие. Жизнь свою кладу на алтаре многострадального отечества. Если что, вас прошу стать опекуном и воспитателем сына. Прощайте, тесть. Иди. Прощайте. Ленина. О, если бы. Тускло освещена лестничная площадка. Снизу поднимается Валерьян. Он в штатском наглухо застегнутом пальто, глубоко на лоб надвинута кепка. Валерьян подходит к двери, прислушивается, пытается заглянуть в замочную скважину. Затем решительно выпрямляется, сбегает по лестнице и звонит в одну из квартир. Павел Николаевич. Кто там в такую пору? А в доте? Это ты? Это я, Павел Николаевич. Откройте. Кто-кто? Да я же Валерьян. Валерьян, заходи. Нет, нет, нет. Нет, я не домой. Не пойду. Идите вы сюда, тесть. Вы должны мне помочь. Сейчас же. Нет, но я должен... Да оставайтесь. Оставайтесь так. В халате. А что? Что такое? Тссс. Тихо. Он здесь. На четвертом этаже. Черт знает как и почему, но Ленин здесь. Что? В этом доме. Кто? Кто? Тссс. Тссс. Сюда идут. Уходите. Уходите. Но не ложитесь. Валерьян бежит наверх и принимает позу часового возле двери квартиры Бонч Бруевича. На площадку поднимается Иван Сапожков с винтовкой в руке. Валерьян выхватывает из кармана пальто пистолет. Кто идет? А ты? Кто будешь? Красногвардеец. Красногвардеец. Путиловского завода. Из Смольного послан сюда охранять эту квартиру. Ты чего тут не видел? А я тут рядом живу. Внизу. В подвале моя фатера, значит. Вот. Вот потому и наказали подняться сюда. На этот пост заступить. Ага. Здесь оживешь, да? Недалеко. А вон внизу. Это хорошо. А чего бы тебе тогда дома-то не отдохнуть? Зачем тут двум сторожам стоять? А? Я подежурю подле этой квартиры часов так до семи, а ты меня тогда и сменишь. А что, пожалуй. Ну вот. Ну, двоим-то и вправду делать тут нечего, да? Конечно. Ну, ты-то не уйдешь. Да ты что? Ты что? Сознательный я? Путилович все-таки. Вот. Иди, 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 иди. И к жене под бокса снималась. Давай. Ладно. Тогда я побег. Удостоверившись, что нежданный сторож ушел, Валерьян быстро спускается и звонит в квартиру Крестовникова. Дверь открывает Павел Николаевич. Он по-прежнему в халате и колпаке. Павел Николаевич, значит, план такой. Ну, ну. Вы звоните соседу с четвертого этажа, тот отпирает. Я. Видит вас в таком обличии, это вызовет в нем доверие, сочувствие. Наверняка спросят, что случилось, чем могу быть полезен. Да. Вы просите разрешения войти вместе со мной, вашим зятем. Скажете, что у меня есть для него чрезвычайное сообщение. Друг мой, при чем здесь господин Боныч Бруевич? Я был у него совсем недавно. Так. За молоком для внука, ну, для сына твоего. Ну, а так? Так уж. Этот его знакомец, милейший человек, посоветовал срочно найти меня кормильца. Значит, там действительно есть чужой посторонний. Да погоди ты, Валерьян, погоди. Этот господин не может быть большевистским атоматомом. Нет, нет, да нет, нет. Тебя направили по ложному следу. Да он же и представился мне. Вспомнил господин Владимиров. Фамилии, конечно, вымышленные. А ты видел Ленина? Хотя бы его фотографии. Пойми ты, ты можешь допустить страшную трагическую ошибку. Не видел. Но те, кто следил за ним и знают, что я должен, понимаете, должен убить его, сказали, что он здесь. Да, 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 как это не чудовищно, но здесь, в этом доме, в соседней квартире. Да, да, да. Кто ты идёт? Будь благоразумен. У тебя же теперь сын. Пойдём. Я с вами здесь столько время потерял. Уходите тихо, быстро, быстро. Затолкнув тесте в квартиру, Валерьян спешит занять пост бдительного сторожа у квартиры Бонч-Бруявича. На площадку взбегают Иван и вооружённый матрос. Ну, пути ловиться. Что? А ну-ка, выметайся, гнида, отсюда. Да вы что? Сдавай оружие. Ну, 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 ну. Отведутся от тебя туда, куда следуют. Да вы что, товарищи? С ума сошли? Я послан сюда Смольным, и только по приказанию оттуда могу товарища покинуть этот пост. Какие мы тебе товарищи, и что ты до Смольного? Я же сразу узнал тебя. Крестовниковский зять. Ты что? Буржуйский защитник. Ну, 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 ну. Под рабочего, под красногвардейца подделываешься. Путиловец. Не выйдет голубь, не выйдет. Ну-ка, сдавай оружие, сволочка. Чёрт! Валерьян выхватывает пистолет, но сверху, перелетев через перила, на него падает Клюшкин. Матрос, заломив руки Валерьяна за спину, связывает их ремнём. Затем делает широкий, приглашающий жест. Пожалуйте, ваше благородие. Оно и день. Проклятая ночь. Спасибо тебе, Сапожков. Да я его сразу признал. От имени революции спасибо. Матёрого зверя поймал. И главное, вовремя. Помоги-ка усадить его благородие в карету. Вот машина ждёт возле подъезда. И возвращайся. Вместе до утра здесь подежурим. Очень уж ответственный пост доверен нам с тобой нынешней ночью. Миновала последняя ночь старого мира. Утро 26 октября 1917 года. Минуточку, Владимир Ильич, я открою. Вместе с Бонч Бруевичем в столовую входит Клюшкин. Здравия желаю, Владимир Ильич. Приятного аппетита. Здрасте, товарищ Клюшкин. Садитесь с нами завтракать. Да нет, спасибо, Владимир Ильич. Что в городе? Полный порядок, Владимир Ильич. Трамваи ходят. Вообще. Ходят, говорите? Ходят. Это хорошо. Это очень хорошо. А как вы привели ночь? Ночь прошла. Спокойно. Да? Неужели спокойно? Совершенно спокойно. Да и не могло быть иначе, Владимир Ильич. Революция победила. Редактор субтитров М.Лосева Субтитры создавал DimaTorzok